Парку «Дружба» исполнилось 27 лет. И сегодня становится понятно, что эти интерьеры современным запросам уже не отвечают. Именно поэтому здесь готовится масштабное благоустройство. Как привести парк в порядок, стали обсуждать еще в 2019-м. Пандемия, конечно, планы нарушила, и пока работы по благоустройству не начались. А заняться здесь есть чем. Дорожек не хватает, лестницы разбитые, фонари. Когда ночью ходишь, здесь просто опасно. Со стороны дамбы вообще нету подхода, просто асфальта нет. Что этот парк нужно преобразить, решили сами ростовчане путем голосования. За «Нижнюю дружбу» голоса отдали 26 тысяч человек. Я голосовала даже за то, чтобы этот парк отремонтировали, привели в порядок. Потому что замечательная природная зона, близость реки, ну и вообще мы очень любим это место. И вот примерный план будущего парка. Его представили на информационной встрече с жителями. Новые зоны появятся на берегу Северного водохранилища. От проспекта Космонавтов вдоль улицы Капустина. Яхт-клуб, зрелищная зона, общественный пляж, аквапарк, спортивные игровые площадки, вейк-парк, детские площадки и комплекс с причалом. Еще в парке должны появиться рестораны. А вот этому рады не все. Я бы не хотела, чтобы здесь появились какие-нибудь дополнительные кафе. Ну, в общем, коммерческая какая-то. И даже вот площадки типа детские. Потому что их достаточно в той части. Таких зеленых мест в Ворошиловском районе, по словам жителей, больше нет. И есть опасения, что новые постройки приведут к вырубке деревьев. И вообще нарушат уникальный природный уклад. Здесь вот много утки гнездятся. Здесь экология определенная. Понимаем то, что если люди зайдут сюда с аквапарками и со всеми на свете, это все просто-напросто исчезнет. Вот против мы чего. А еще вопросы вызывают новые спортивные зоны. Ведь здесь уже много лет играют в пляжный волейбол. И, кстати, строили эти площадки ростовчане, чемпионы России по этому виду спорта. Мы вот 40 лет играем. У нас две площадки. 35 лет на этих площадках. Вот там две классические площадки. А здесь 8 лет уже. Здесь проходят даже международные соревнования. И заменить все это на традиционные спортивные зоны, по словам спортсменов, нельзя. Плажный волейбон 2 на 2 играет. Вы понимаете, людей много. 32, 28 команд. Все сидят, понимаете, ждут очереди. Когда подойдет. На сайте администрации города подчеркивают, каким будет парк решать только жителям. И кажется, желание, в котором сходятся все горожане, зоны отдыха в обновленном парке должны быть бесплатными. Вера Данилиди, Виталий Ступаков, Первый Ростовский.